Мини-футбольный клуб Тулпар готовится к грядущему сезону с новыми приобретениями. В конце августа завершился студенческий чемпионат мира. Те казахстанцы, основу которой составили воспитанники Караганды, заняли 9 место, выйдя из сложнейшей группы. 13 сентября основная команда приезжает со сборов из Кыргызстана. Наш корреспондент Андрей Кузнецов встретился с президентом Тулпара Анатолием Смотрицким, который рассказал о перспективах команды на предстоящий сезон. Есть много мальчишек, и малышей, в том числе в этом году мы первый раз делали большой набор 6-7 леток. Много хороших мальчиков интересны. Есть, конечно, моменты такие, то в один вид спорта, то в другой колеблется. Но это в младшем возрасте, как правило. А уже 15-16-летние мальчики, они серьезно цельны на эту команду. У них есть куда стремиться, есть цель. Эти мысли тренера мальчишек взялись не с потолка. Ведь казахстанский мини-футбол, или как его принято называть, футзал, идет двумя путями. Первый – найти богатых спонсоров, как бессменный чемпион, входящий в четверку лучших клубов Европы – Алматинский карат. А второй – идти путем Тулпара развивать собственную школу. Мы пригласили бразильца нового, Паула. Он сломался на сборе, на Иссыкуле тоже, буквально в первый же день. А он играл в Чехии в команде «Эропак». Забивной, опытный. Мы на него рассчитывали, потеряли и его. Поэтому, для того, чтобы как-то компенсировать эти потери, мы пригласили опытного игрока с Киргизии. Федерация футбола приготовила еще один сюрприз. До сих пор ведь неизвестно, когда именно начнется чемпионат. Хотя все заявки поданы. И точно известно, что в нем будет участвовать 10 команд. Изначально планировалось 11, но «Октерпинген» в последний момент снялся с турнира. Анатолий Сматрецкий считает, что шансы бороться за титул с Кайратом все-таки есть. Ведь выигрывали же неоднократно Кубок Казахстана. А в нынешнем календарном году и вовсе Суперкубок. Причем в Алматы. 20-25 сентября нас ожидают игры на Суперкубок с Кайратом. 20-го в Алматы, 25-го здесь, в нашем комплексе. И несмотря на все непонятностей, сезон пройдет по схеме гостевой домашний матч. В этом году в системе остается прежние 9 легионеров в заявке, 4 в составе на матч. Так что все в интересах Кайрата сохранено. В прошлом году был разговор о том, что будет уменьшение числа легионеров. Но пока Кайрат решает свои задачи в Еврокубках. Андрей Кузнецов, Боржуан Алипов, Первый Карганинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова